В древней церкви Вланчана в течение более 12 веков хранится реликвия первого и самого великого евхаристического чуда католической церкви. В этой церкви служил один монах, который принадлежал к ордену святого Василия. Каждый день он служил мессу в церкви Вланчана и произносил те же самые слова молитвы, которые когда-то произнес сам Иисус Христос во время последней вечери. Он был очень умен и все свое время проводил в библиотеке, читая старые мудрые богословские книги. Но в его сердце почти не было веры. Он служил святую мессу каждый день, но, увы, когда во время мессы он поднимал пресвятые дары так, чтобы остальные прихожане могли их увидеть, он сам сомневался, что в них присутствует Иисус Христос, что в его руках находится живой Бог, укрывшийся в кусочке хлеба. Этот вопрос так часто мучил его, что он не забывал о нем почти никогда. Он помнил об этом, когда поливал цветы в монастырском саду, когда молился с братьями в церкви и даже когда ел обед в столовой. Так было и во время одной святой мессы. Он поднял пресвятые дары и снова в его сердце родился тот же самый вопрос. А вдруг все это неправда? Вдруг все это сказки? Откуда я могу знать, что Иисус и вправду умер за нас на кресте? Что это его тело и его кровь? Что это действительно он? Как вдруг произошло самое настоящее чудо? В этот момент в его руках Хостя превратилась в живую плоть, а вино — настоящую кровь. Прихожане удивленно всматривались в кусочек хлеба, который был в руках у священника. И вдруг все как один опустились на колени. Сам монах не мог поверить в то, что произошло и долго стоял неподвижно, боясь пошевелиться. Он был счастлив. Бог разрешил все его сомнения. В монастырскую часовню прибежали братья-монахи, и все преклонили колени перед этим чудом. Потом монахи принесли самый прекрасный ларец и положили туда тело Христова и чашу с кровью Христа. Через несколько лет в Лончана построили большую церковь, а тело и кровь Христа поместили в прекрасные сосуды из горного хрусталя. Монахи каждый день собирались перед этими чудесными дарами, чтобы благодарить Бога за чудо. Лончана до сих пор приезжают сотни паломников, которые хотят поклониться Иисусу Христу в пресвятых дарах. Многие из них, как и наш герой, поначалу не верят в то, что во время Евхаристии происходит настоящее чудо. Но там, в Лончана, когда они видят своими глазами чудесные пресвятые дары, их сердца наполняются любовью к Богу, а в душе зажигается огонь веры. Субтитры создавал DimaTorzok